И доброе утро еще раз, дорогие зрители канала Саха-24 и те радиослушатели, которые верны-верны своим цифрам 107,1 в эфире рубрика «Традиционно Якутск сегодня», которую веду по понедельникам я, Дмитрий Аргунов. И сегодня мы будем рассматривать такой вопрос. Вот недавний указ главы республики о обеспечении инфраструктуры земельных участков, выделенных многодетным семьям. Вот документ очень интересный на самом деле, да, и он, насколько я, ну, дилетантский, можно сказать, подозреваю, использует те выигрышные моменты, которые предусматривает трехлетнее планирование. И сегодня моими гостями в нашей студии являются министр строительства и архитектурного комплекса республики Вера Кузакова и народный депутат республики Александр Романов. Давайте, все-таки бюджет у нас не резиновый, да, Ира Алексеевна? И в первую очередь, конечно же, будет, вот, не надо только вот было, скажем, мне, может быть, упоминать тех товарищей, которые, дескать, делают моральный капитал, политический, можно даже, капитал, да. Есть проблема многодетных семей, которых гигантская очередь, которым выделили земли на неосвоенных, скажем так, территориях и так далее, и так далее. Но вот это, ввоз Абгива, вот эти конюшна предстоит разгребать, в том числе и на основе вот упомянутого документа, да, указа главы. И с какими же реалиями придется столкнуться, придется республике, жителям, многодетным тем же, нам с вами всем столкнуться в ходе выполнения вот этого вот документа? Добрый день. Совершенно верно, указ подписан главой республики Сахар-Кутя 7 ноября этого года. И в соответствии с этим указом правительство должно решить ряд мероприятий. В этом же указе рекомендовано муниципальным образованием отработать в этом направлении. Ставится первоочередная задача, чтобы в течение трех лет необходимо провести, обеспечить инфраструктуру земельных участков, которые предоставлены до 10 ноября этого года, семьям, имеющих трех и более детей. Это в пределах порядка 6800 земельных участков, которые сегодня уже распределены. Из них порядка 1200 земельных участков уже обеспечены инфраструктурой. Поэтому задача, конечно, большая, огромная. Что касается города Якутска, то в городе Якутске изъявили желание на получение земельных участков порядка 6944. Это какой процент, прошу прощения, от количества этих заявок, которые по республике? Это где-то в пределах 35%. Только в Якутске? Да, нет. Ну и в городе Якутске по республике. По республике у нас многодетных семей доходит до 25 тысяч семей. Из них 17 тысяч, чуть немножко больше, 17 тысяч подали уже заявление на предоставление земельных участков. Но еще земельные участки не сформируются на разных стадиях оформления этих документов. И вот то, что я говорила, почти 7 тысяч земельных участков, уже выделены земельных участков. Сегодня в городе Якутске из 6900 многодетных семей получили земельные участки порядком 2733 семьи. Поэтому здесь надо смотреть, в пределах 35% она сохраняется как по республике, так и в городе Якутске. То есть обеспечена земельными участками. По части, скажем так, порядка. Вот мне до эфира вопросы задали. Да и в ходе, скажем так, многих таких порядок формирования земельных участков и так далее. То есть сами многодетные граждане, в принципе, могут себе присмотреть земельный участок, подать соответствующие, объединиться, возможно, и подать соответствующую бумагу на оформление вот этих земельных участков. В положенном, в определенном порядке, да? Да, конечно. Значит, если семьи могут объединиться в жилищные какие-то кооперативы... В указе это говорится, о том, что объединение граждан, которые включают в себя, да? Да, это предусматривается. Поскольку здесь объединение в жилищные кооперативы, оно предусматривает не только... Мы будем выполнять, в том числе и помогать из республиканского бюджета, из бюджета муниципальных образований, то есть консолидированный бюджет будет предусматривать на выполнение этих работ. Первыми очередными работами мы ставим это выполнение электрообеспечения и дороги. Поскольку без этого вида инфраструктуры мы считаем, что строительство невозможно начинать. Поэтому жилищные кооперативы мы будем поддерживать и приветствовать, поскольку они будут созданы для цели строительства именно. И они будут строить жилые дома. Как часть комплекса, который предусматривает комплексную застройку. Совершенно верно. Хорошо. И у нас телефонный звонок. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 32 00 66 32 11 66. Доброе утро. Говорите. Доброе утро. Это якутская пенсионер Иванов. У меня это очень актуальное направление деятельности всех предприятий, организаций, людей и граждан. Обращение президента, главы нашей республики. Отмечено, что это неустарительство является основным направлением всех думающих о будущем, о стратегии. Я хотел бы спросить такое очень, еще раз называю, что это очень актуальное направление жизни людей сейчас. Говорите, я вот, знаете как, сейчас очень модно говорят коммуникации. Тепло, тепло и радиотелефон, и все, и снабжение. Давайте подочнее, конкретнее вопрос, товарищ Валерий. Я хотел бы спросить, какие вот направления по этим будут проводиться наши республики, наши столицы, и какие вместе с этими, с другими отраслями, вот, взаимодействия, взаимосвязь. Раньше было, знаете, мы обращались, было такое сумму нулевых работ, который занимался, вот, началом этих коммуникаций. Все ясно, поняли, а теперь хорошо. Ну, поясню, значит, каким образом будет реализовываться. Значит, на сегодняшний день по законодательству мы выполняем работы в рамках технического присоединения. Значит, муниципальные образования будут разрабатывать проекты на выполнение этих видов работ, как я уже сказала, по инфраструктуру. Это электрификация, устройство дорог, теплоснабжение, газоснабжение, летние водопроводы. При наличии проекта, значит, будет разрабатываться конкурс и, значит, заключаться договора с ресурсоснабжающими организациями, которые выполняют, уполномочены выполнять работы по техническому присоединению. И вот эти, значит, организации будут выполнять работу в рамках муниципального контракта. То есть, вот такой порядок нахаловский, скажем так, у нас Сергей Сергеевич, допустим, работает, допустим, сетевой компанией, давайте ему дадим. Нет, нет. Или там у нас водопроводом занимается Иван Иванович? Это все в рамках законодательства, в том числе 44-й федеральный. Это не усложнит ли, скажем так, и без того, скажем, непростую жизнь вот этих вот жилищных объединений граждан? Вы знаете, законы сегодня федеральные очень жестко прописаны, и поэтому конкуренция... 90%, Вера Алексеевна, электричество не могут нормально себе позволить платить. Не то, что конкурсы проводить на тех присоединений. Я понимаю, что у энергетиков это очень... Мы говорим, еще раз говорю, это не жилищные кооперативы будут проводить, это будут проводить муниципальные образования. Муниципалитет. Да, у них есть в структуре и специалисты, и, значит, наработанная схема, это ничего не усложнит, потому что мы уже много лет работаем в этом законодательном поле. Позиция энергетиков и других, скажем, поставщиков ресурсов очень хорошая. То есть, вот принцип тех присоединений, который в последнее время очень широко применяется, предполагает, что не будет каких-то там третьих сторонних организаций, поставщики сами проводят вот эти коммуникации и так далее, но, извольте платить деньги, да? Все-таки, хватит ли у нас денег в ближайшем, вот обознанимаемом, три года мы пока осмотрим. Совершенно верно. Дело в том, что с Минэкономикой мы проводим работу, и, значит, принято решение о том, чтобы бюджет, когда 2018 года мы будем корректировать бюджет, бюджет принимается на три года, 2017, 2018, 2019, но каждый год корректируется, и на 2018, 2019 год будет предусмотрено столько средств, которые необходимо обеспечить земельные участки инфраструктурой, выделенные до 10 ноября 2016 года. Вам как министру, вам обоим как профессионалам, да, вообще вот этот процесс, вот выделяют участки и так далее, и так далее, ни о каком архитектурном решении речи не идет, ни о каком, вот мы говорим все проекты там и так далее, и так далее. На самом деле, освоение вот этих территорий, участков, идет по принципу, кто что смог, то и сделал, да. У нас 4 на 4 домик, но обязательно два этажа. Ни о каком еще, еще раз говорю, едином архитектурном облике вот этих вот участков и речи не будет ли государство каким-то образом настаивать на выполнении, а не так, что вот построил холупу там 4 на 4, да, но в 4 этажа. Вот какие-то требования, скажем так, хотя бы архитектурного плана. Ну, я отмечу, дело в том, что... Сатал посмотрим, вот образцовый вроде бы этот, да, но тут же особняк и тут же, вот, пардон, вот это вот строение 4 на 4. Никто не запрещает. Никто не запрещает. Дело в том, что каждый строит, сколько у него есть или позволяют средства, или оформить кредит какой-то. Поэтому в этом плане, конечно... А в общем, уже запретить самим строиться? Ну, дело в том, что вот как раз, вот если мы запретим и будем работать, строить готовые дома и предоставлять, да, это будет затратно на бюджет. Вот как раз утяжелит эту систему. А почему? Многоквартирные дома же, вот, как пирожки покупают. Если желающие есть, вот, тишину и покой. Не на кладбище, конечно, а на собственном земельном участке обрести. Почему бы им, допустим, почему как на Западе не рассматриваются комплексные застройки? Вы знаете, у нас есть опыт такой. Буквально в Намском районе мы пытались реализовать проект федеральный. Озерный? Да, Озерный, совершенно верно. Когда был проведен конкурс, выбран подрядная организация, у которой есть несколько типов домов. И гражданам была предоставлена, ну, разъяснительная работа была проведена о том, что подрядная организация будет строить дома. Они должны просто финансировать. Во-первых, это ускорит процесс строительства, потому что подрядная организация работает один год. Физическое лицо, конечно, за один год не сможет построить себе хороший, достойный дом. Но дело в том, что граждане практически все отказались. Поэтому я думаю, что по этой схеме у нас сегодня граждане сегодня не готовы. Не готовы еще. Хорошо о готовности наших граждан. И вообще, почему молчит Александр Афанасьевич? Мы сразу после рекламной паузы. Человек, на самом деле, профессионал большой. Ну, что касается печального опыта, печальный опыт у нас имеется и в других направлениях, скажем так. Вот программа «Замечательный дом российской семьи», которая с пломбой, а пломбом таким была презентована несколько лет тому назад, у нас в республике тоже почему-то не пошла. Причин, скажем так, провала я конкретизировать не буду. Но еще раз вернемся к тому, что у нас физические лица, которые составляют основу вот этих кооперативов, жилищных объединений, дачных участков и так далее, они не готовы к комплексной застройке. Ну, еще раз, принципом нахаловки мы далеко не уедем. Ну, тут надо сказать, что все-таки квартальная застройка, она как квартал строится, дороги прямые, электроснабжение как пойдет, отопление потом как пойдет, газоснабжение как пойдет. Это все у нас в проекте есть. А кто у себя как строится, это вот я понимаю тогда. Если у человека 3 миллиона, он сам будет строиться. Потому что если вот кто получает, да, эти наши, скажем так, бесплатные участки, да, для многодетных, они в основном стараются сами строиться, потому что... Экономит каждый рубль. Да, каждый рубль экономит, только из-за этого. А тут из-за того, что он не может строить по нашему проекту, запрещать тоже нельзя. Поэтому вот так и строим. Но муниципалитеты же могут это потребовать. Ну, в пределах каких-то могут. Например, ну, есть нормативы, да, от своего ограждения, там 4 метра противопожарные, вот остальном никаких запретов нет. По внешнему виду никаких. Еще один телефонный звонок, давайте. И будем рады, если он по сути. Говорите. Доброе утро. Доброе утро. Это житель города Якутска. Отец Магадет на семье. Я вот в районе получил участок, да? В районе это у Луси, получается? У Луси. Ага. И переехал в Якутск. И я вот хочу продать. Я имею право продать или нет? Вы можете продать, но при этом, значит, будете... Являться, как вам уже предоставлено земельный участок. То есть без права подачи заявления на другой земельный участок. Я еще один вопрос. Я вот являюсь ветераном боевых действий, поэтому по этой линии я могу получить здесь, именно в городе? Для боевых действий у нас предусмотрена только субсидия, но не выделение земельных участков. Ага. Тут, видимо, товарищ отсылается просто вот к тому резонансному, скажем так, рассмотрению, публичному слушанию земельных участков, которые сформированы влечу ли не в центре города, непосредственно в близости от зеленой зоны. Давайте вернемся еще раз к многодетным. Вот реалии на самом деле таковы. На самом деле семья, которая имеет трех и более детей, она вынуждена экономить на каждом рубле. Она же с трудом будет, скажем так, вкладываться и в ту часть. Мы же не говорим о том, что им полностью, абсолютно полностью бесплатно все выделяется. Они должны вкладываться, должны свою часть нагрузку какую-то нести, но при этом пользоваться определенным льготом. Об этом речь идет и не только в указе, и еще в предыдущих документах тоже. Согласитесь? Давайте вот о философии вообще... Ну, не жестоко это прозвучит, но туда ли мы смотрим? Если вы ставите вопрос о том, что рядом стоит здание неказистное... Нет, многие многодетные, они же просто не платят по суду. Совершенно верно. Дело в том, что многодетные, основная часть, это малообеспеченные и неплатишеспособные. Они не могут быть даже клиентом банка, то есть продукта, получить кредит под строительство индивидуального жилищного строительства. Это многодетные, только семьи могут позволить, у которых достаточный доход и обеспеченная семья. Здесь вот то, что ваше направление, говорите, муниципальные образования, как могут координировать эту деятельность? Конечно, могут в рамках архитурной какой-то деятельности, архитурных направлений и так далее. Сегодня очень актуальна проблема – это развитие городской среды. И вот здесь городская среда как раз не только скверы и памятники, это расположение зданий, архитурный облик и так далее. В том числе при формировании новых микрорайонов. В том числе при формировании новых районов. Поэтому сегодня как раз формирование городской среды является как приоритетный на федеральном уровне. И в частности, совместно с Министерством ЖКХ мы сейчас будем отрабатывать как отдельный проект, управление проектом, как городская среда. Но к этому вопросу мы только подходим. И, конечно, будем вовлекать все муниципальные образования в этой части, ввести разъяснительную работу. Доля муниципалитета, введение роли муниципалитета, на самом деле, по документу, который мы рассматриваем, пытаемся рассмотреть, с более житейской точки зрения, она на самом деле огромная. Мы с Александром Санасьевичем до эфира поговорили, что наш родной премьер Мегин Конголазский УЛУС, он выделяемый, скажем так, в рамках выполнения майских указов, средства, они осваивают 100%. При этом Якутск... Могу добавить? Да. Продолжение. В 2016 году бюджете республики предусмотрен 192 миллиона. В основном все деньги полностью освоены, не считая пока город Якутск. Даже, да? Город Якутск еще не отчитался. Мегин Конголазский, например, в этом году освоил 20 миллионов рублей. Это около где-то 60-70 участков. И в этом году выделили, как у нас получается, это в основном все хотят в Нижнем Бестяхе. Вот одна тоже, как будто проблема города Якутска, да? Все хотят или в город, или кто живет в Мегин Конголазском, все в Нижнем Бестяхе. В этом году все формировали, где-то около 700 участков. И полностью все раздали именно многодетно. Из них вот где-то 60 участков получили обустройство, полностью сделали, да? Остальное вот... Одна десятая. Одна десятая, да. Но при этом участки уже в Нижнем Бестяхе закончились. Потому что по генплану дальше никуда не идет. Там другой муниципалитет, другой муниципалитет с двух сторон. Поэтому дальше никак. В нахрен никто не хочет. Телефонный звонок у нас. Говорите. Алло. Здравствуйте. Да. Вот пример человека, который не стал ждать каких-то эфемерных, когда они будут и так далее. Сам вложился, но при этом рассчитывает на компенсацию. Здесь вопрос, надо уточнить о том, что когда мы говорим о инфраструктуре земельных участков, это проложить магистральные сети, то есть столбы по улице. Я думаю, что гражданка говорит о возмещении тех затрат, которые от столба до дома. Эти затраты никто возмещать не будет. Это затраты на физическое лицо. Они не такие большие по газификации, по электрификации. Ну, скажем, для многодетной семьи, еще раз говорю, порядка на газификацию 130 тысяч, это будет достаточно ощутимым для бюджета многодетной семьи. Если затраты человек затративает, и семья, если многодетная, и может быть даже ниже уровня прожиточного дохода, тогда возмещается сервис Министерство труда. Там получается где-то около 100 тысяч рублей. А я все-таки... Отопление, сантехника, вот это... Это социальная помощь. Это социальная помощь. Я все-таки надеюсь, что человек, допустим, объединился тоже с другими, такими же, как они, и сами, допустим, заказали и проектные работы, и проложение магистральных линий и так далее, и рассчитывают, в какой ситуации находимся, допустим, мы, журналисты. То есть мы сейчас и проекты, и прочее, если, допустим, в наших рядах будет определенное количество вот этих многодетных семей, мы сможем рассчитывать на возмещение, может быть, на соучастие государства в той деятельности, которую мы проводим сами. В части магистральных сетей. Именно. В части проведения вот таких магистральных сетей, коммуникации и так далее. Да. А вот теперь представим, у нас в городе Якутске порядка, если я не ошибаюсь, 130 сотов, в которых энное количество вот этих многодетных, и теперь представьте просто, это же головная боль для любого чиновника, для любого функционера. Если все они, да, будут говорить, а давайте исполнять указ. Ну, университет обязан работать такими... Объединениями. Объединениями. Потому что, согласно нашего порядка финансирования, все-таки заявка принимается от муниципалитета. Поэтому они должны работать. Но у вас, если готовый проект, наоборот, лучше сразу отдать. Муниципалитету. Обязательно. Муниципалитет должен работать министроем. Заявку министроя, там число, месяц, все указано. До какого? Да? Да. Слушайте, Эдуард Егорыч, я имею в виду РДХ, дается вам такая подсказка от Александра Афанасьевича Романова, депутата законодательного собрания. И все-таки, сколько денег в цифрах? Я вот не услышал, сколько это займет от обеспечения должной инфраструктурой тех участков, которые были оформлены до 1 ноября 2016 года? Ну, пока проекта, ну, точного ответа не будет, но около 2 миллиардов, где-то так. По республике, значит, для обеспечения этих земельных участков нам требуется на электрификацию и дорог только 4 миллиарда 504 миллиона. 4 миллиарда. 4 миллиарда. 4 миллиарда, вот. Ну, еще раз говорю, что для пусть и социально ориентированного бюджета это все-таки значительная нагрузка. Взять в одночасье, выложить 4 миллиарда. Это на 3 года. Ну, на 3 года. И когда мы говорим там про ГЧП, допустим, это на 10 лет, в принципе, рассчитано, допустим, да, но сопоставимые, скажем так, нагрузки. А не просто так взять, перевезти из лесного фонда земельные участки, отдать. Я хочу сказать, что когда указ разрабатывался, это все было учтено. Все это было учтено. Надеюсь, что это все было учтено, поскольку, ну, остается туповать только на то, что все моменты подобного плана и органами исполнительной власти, и законодателями нашими, они всегда будут учтены, всегда будут услышаны. С вами был Дмитрий Аргунов, программа «Якутск. Сегодня». Увидимся ровно через неделю. Сегодня мы говорили о земельных участках для многодетных семей. Субтитры создавал DimaTorzok